Привет! Сегодня у нас в программе снова распаковка. Вау, охренеть, да. Распаковок у меня на канале реально будет много, потому что пэты регулярно как-то пополняют мою коллекцию и всё такое. Но сегодняшние ребятки, они самые опупенные на всём белом свете. По той простой причине, что, во-первых, это три мои хотелки, хотя бы это четыре, да. А во-вторых, они доставились мне за очень и прям очень смешные деньги. Представляете, да? Ну что ж, давайте я не буду вас томить и просто переступим к тому, что вы будете смотреть, как я распаковываю конвертик этот. И что ж, первым мне попался вот этот лис. Этот лис очень опупенный, охрененный. Я просто не могу описать его словами, потому что мой словарный запас только маленький. Но мне он очень безумно нравится, во-первых, тем, что он лис, во-вторых, он довольно редкий для продаж. Обычно продают там у этих всех коричневых, цветастого такого, рыжего. А вот именно красного, вот этого лиса, я редко вижу в продаже. Тем более за довольно маленькие суммы денег. Обычно такой лис продаётся где-то за 800-1000 рублей. Такой, эм, нет, спасибо, дороговато как-то. А этот, пускай как-то немножко покоцаны, ну тут ухо. Но он пришёл ко мне за реально, за реально, блядь, маленькие деньги. Я бы вот в шоке, когда, типа, купил его. Такой, вау. Следующий пиздюк, это хаски. Он как бы не был моей хотелкой, но просто я решил собирать хаски зачем-то, да, решил устроить себе геморрой. И поэтому, заметив его у продавца, решил, что почему, собственно, бля, и нет. У этого хаски нету почти никаких дефектов, кроме синей краски на мордочке и ржавчины. Третьим в этом, в этой посылке, является такой утконос. Боже, как я давно хотела того утконоса. Именно этого, всего утконосов два окраса, но именно Special Edition, прям, моя мечта была давней. Его я реально редко находила где-то на просторах продаж в интернете. Но у этого продавца он был, и я такой, бля, всё, покупаю. У этого мальчика очень красивые голубые глазки с ресничками. Цветочки. И в целом, его цветовая гамма мне безумно нравится. В отличие, кстати, от фиолетовой. Я не знаю, почему это так. Но, видимо, от тем, что коричневый ко мне ближе, чем фиолетовый. И в целом, он очень целый. Шарнир работает хорошо, голова пружинит. В общем, я поражён, влюблён и всё такое прочее, и так далее. И последним, поэтому в этой посылке, был вот этот котей. Найти такую стойку в продаже за реально маленькую сумму денег невозможно почти. То есть, я видел много продавцов, которые продавали, вот, котая. И у всех меньше двух тысяч цена не опускалась. Ну, то и понятно. Потому что, боже, да он великолепен. У него этот вот глаз сегодня стоит. Он так нежно выглядит своими голубыми глазками. Он такой весь розовенький, такой весь миленький. Прям, ааа. Затискать хочется его. К тому же, действительно, такой, знаете, элегантный розовый пиздюк. Он оригинал. Ничего особенного более в этой киси нет. Ну, кроме покусанных ушей. В общем, я, типа, не могу не похвастать их ценой. Но за весь этот набор я заплатила себе 850 рублей. Типа, вау. Все пыты реально в хорошем состоянии. У кошки шарнир работает так, словно ей никогда не пользовались. То есть, она прям, он скрипит аж. Такой, вау. Ну, лиса явно любили, потому что у него шарнирщик слегка расхлёбанный. Всех остальных он нормальный, не скрипит и довольно целый. В общем, вот такая вот комбашка розово-красных чудиков. И я под эмоциями до сих пор, да, слов не могу нормально связать. В общем, конец. Субтитры сделал DimaTorzok